Этот стенд один из самых любимых у учащихся. Экспонаты, что хранятся под стеклом, рассказывают историю двух солдат, судьба которых сложилась трагично. Они погибли в годы войны. Позднее поисковики, обнаружившие останки, смогли восстановить последние моменты их жизни. Это был момент атаки, контратаки наших войск. Пулеметный расчет, пулемет Дегтярева. И пулеметчик вел огонь по немцам. Его помощник бежал к нему с дисками пулеметными, чтобы нести запасные. Но был сражен пулей и его нашли рядом. Когда у пулеметчика закончились снаряды, он взял саперную лопатку и пошел в бой в рукопашную. Там его сразу же и сразила пуля. И вместе с лопаткой он упал на свой пулемет. Нашли их только спустя 75 лет. Вот так несколько, на первый взгляд, непримечательных предметов хранят историю трагедии великого подвига, недюжиной храбрости. Конечно, я детям рассказываю более эмоционально, с подробностями. Потому что, действительно, каждый экспонат имеет свою историю. И за каждым из них своя человеческая душа. Конкретного человека, который жил, надеялся, носил в кармане ключ. Переломные этапы сражений. Оборона Одессы, Севастополя, заметки о подвигах героев войны и другие значимые исторические факты хранят стенды, посвященные городам-героям. Участвуют в их формировании и сами школьники. Особое место в коллекции музея занимает экспозиция, посвященная городу-герою Ленинграду. В 2014 году на открытии уже реконструированного музея среди приглашенных были ветераны организации «Дети войны», многие из которых из блокадного Ленинграда. Они детям рассказывали не понаслышке, во что они окунулись, как это все переживали. И к этому знаменательному событию даже испекли хлеб по рецепту того времени. Именно блокадный хлеб. Конечно, ветераны, попробовав его, и все желающие попробовали тогда, сказали, что, конечно, это настоящий хлеб. А вот тот не хватало каких-то примесей горелой муки, в общем-то, каких-то целлюлозы. Экспозиция музея помогает учащимся лицея узнать больше об истории своей родины и познакомиться с ней не через сухие факты учебников, а реальные истории людей, которые отдали свои жизни за долгожданную победу. Субтитры создавал DimaTorzok